Друзья, много вопросов поступает в связи с изъятиями правоохранительными органами, гаджетов, смартфонов и вообще все, что связано с электронной техникой. Законно ли изъятие смартфона, например, сотрудникам полиции на улице? Законно ли требование сотрудника полиции или сотрудника пограничной службы предъявить для осмотра телефон, ноутбук или любое электронное устройство? Сегодня поговорим об этом. С вами Виталий Буркин. И, в общем, очень важная и серьезная проблема стоит у нас в правовой системе, которая связана с произвольным изъятием всей вот этой компьютерной техники. Дело в том, что проблема такая. У нас почему-то правоохранительные органы, вообще и вся судебная практика, и, кстати, даже и юристы, не обязательно, это только правоохранительная система, и адвокаты считают, что путем оформления протокола изъятия или протокола выемки, который вынесен на коленки, можно изъять любое электронное устройство у гражданина, не говоря там уже про обыск в офисе или в жилище. Как на самом деле должно это происходить и почему это все незаконно? Ну, начнем с того, что прежде всего абсолютно незаконное требование, эта обязанность не предусмотрена ни одним законом Российской Федерации сообщить сотруднику полиции или Следственный комитет или ФСБ пароль от вашего устройства. Ни одним законом это не предусмотрено. Также не предусмотрена обязанность, никто не может наложить эту обязанность включить авиарежим на устройстве, но это особенно важно для устройств iPhone, авиарежим. Почему? Потому что если включен авиарежим, то дистанционно не произойдет удаление информации. Если не включен, то все нормально, можно эту информацию удалить. Так вот, сотрудники очень часто требуют включить авиарежим. Это требование незаконно, никто не может обязать. Если изъятие происходит в соответствии с законной процедурой, то изъять могут, но обязать сообщить пароль, а тем более включить авиарежим нельзя. Ну и теперь уже про само изъятие вот этой всей компьютерной техники. Дело в том, что закон уголовно-процессуальный четко гласит о том, что изъятие электронных носителей, на которых содержится охраняемая законом тайна, любая охраняемая законом тайна, возможно лишь при наличии судебного решения. Таким образом, мы имеем, что любой смартфон, любая компьютерная техника содержит в себе массив информации, и эта информация на любом устройстве будет относиться к какой-либо охраняемой законам тайны. У нас есть огромный список сведений, которые относятся к охраняемой законам тайны. Ну, прежде всего, это тайна переписки, это медицинская тайна, тайна усыновления удочерения, коммерческая тайна, ну и еще несколько видов тайн, которые менее распространены. Но вот самые распространенные, которые у нас находятся в наших телефонных устройствах компьютерных, это тайна переписки, медицинская тайна, у кого-то коммерческая тайна. Следовательно, изымать устройство возможно только при наличии уголовного дела, только при наличии судебного решения. Ни о каком изъятии сотрудникам ППС на улице, потому что вы ему не понравились, речи быть не может. Даже речи быть не может об изъятии такой техники постановлением выемки. Ну, как известно, есть выемка, есть обыск. Выемка – это когда добровольно предлагается лицу выдать предметы, есть обыск принудительный, это, как правило, жилище в офисе. Так вот, даже если обыск проводится в офисе, кстати, на производство обыска в офисе разрешение суда не требуется, то в этом случае принудительно изымать компьютерную технику следственный орган не имеет. Получите судебное решение только тогда. Но что интересно, у нас практика идет по такому пути, как будто бы вот этой нормы закона в Уголовно-правоциальном кодексе не было. И достаточно суды и вообще все правоприменители, кстати, адвокаты, считают достаточным для изъятия компьютерной техники просто постановление о производстве выемки или, например, постановление следователя о производстве обыска в офисе. Ну, напомню, что обязательно у нас по УПК обыск решение суда для обыска только в жилище. То есть в офисе где-то разрешение суда не требуется. Но получается так, если вы в офисе хотите изъять чье-то личное устройство, то вы этого сделать не можете, ну, то есть следственный орган, потому что для этого нужно судебное решение. Ну, исключения составляют случаи, когда можно изъять компьютерную технику без решения суда, когда человек не является законным владельцем. Ну, то есть возбуждено уголовное дело о хищении, например, какого-то телефонного устройства, да, или компьютера, и известное лицо, у которого оно находится незаконно. Тогда для изъятия этого устройства судебного решения не требуется. Но если человек является законным владельцем этого устройства, то обязательно судебное решение. Никаких других толкований, интерпретаций этой нормы закона быть не может. Никто не обязан выдавать свое устройство, где хранится его личная тайна, без решения суда. То есть, причем это решение суда должно касаться именно этого устройства, именно данные этого гражданина должны быть указаны в судебном решении, ну, или бы данные лица, у которого сейчас, в данный момент, это устройство находится. Ну, и как всегда, что делать, если имело место вот такое событие несанкционированное антиправовое изъятие компьютерной техники, личных устройств, где хранится какая-либо тайна. Я рекомендую здесь, опять же, поменьше слушать адвокатов, потому как адвокаты всегда говорят, что какое-либо сопротивление, какое-либо противодействие бесполезно. Здесь вопрос надо ставить, я считаю, остро, ребром. Вопрос о возбуждении уголовного дела за нарушение конституционных прав. То есть, да, это задача не для слабонервных. Первые пару раз заявления, скорее всего, ваши окажутся у участкового. Да, но надо планомерно заниматься этим. Здесь упорство и системность – залог успеха. Потихоньку, постепенно можно добиться результата. Друзья, подписывайтесь на наши социальные сети, ставьте лайки, читайте, смотрите. Вы всегда будете в курсе новостей из мира юриспруденции, а также все будете знать об инструментах борьбы с правовым беспределом. Субтитры создавал DimaTorzok